Если первый форум общественников определил четкие ориентиры деятельности ТОСа в Приморье и участники из всех муниципалитетов съехались в краевую столицу, то местом проведения второго стал Уссуриск. В стенах Дома культуры «Дружба» собрались активисты ТОСа, общественные объединения, члены инициативных групп и неравнодушные жители. Мероприятие объединило активистов Уссурисского городского и Черниговского муниципального округов, а также Михайловского района. В съезде общественников принял участие губернатор края Олег Кожемяка. Все присутствующие, как никто другой, знают, что красивые, уютные современные дворы и общественные пространства меняют качество жизни. Участники форума обсудили, как привлечь больше жителей к благоустройству и как правильно выбрать проект и соблюсти интересы большинства. Кроме того, на втором форуме озвучили победителей в конкурсе краевых грантов и подвели итог. По сравнению с прошлым годом количество заявок выросло в три раза. И главный последующий вывод – ТОС – это наиболее результативный инструмент для преобразования окружающего пространства. Это уже давно достроенная многоэтажка по адресу Ленина-122. Глава региона заглянул сюда не случайно. Именно здесь создана и успешно работает ТСЖ, которая в Приморье считается эталоном. Называется оно «Монолит», и его ставят в пример руководителям всех других ТСЖ в крае. Его директор Василий Щелчков вместе с жителями настолько грамотно и эффективно организовали инфраструктуру внутри и вокруг дома, что, как говорится, здесь и починить нечего. И люди уважают. Они видят, когда все делается. И все собрания проходят, ну да все, 100% все голосуют. Даже лет 5-6 тому назад я вот объявление повесил в Кирисово-Раде. Что для вас еще сделать? Люди, которые любят свой дом, двор и район и занимаются общественной работой по благоустройству, в этот же день собрались в Уссурийском доме культуры. Это форум общественников, собрание для активистов ТОСов, инициативных групп и просто неравнодушных граждан. Именно они обращаются к властям за финансированием нужных людям проектов. В каком-то дворе освещение сделать, тротуар заасфальтировать, где-то лавочки установить, детскую или спортивную площадку. И счет таких реализованных проектов идет на сотни. Это было совершенно нетрудно. Мы только определились тем, что мы хотим и что мы можем сделать на эту сумму денег. Программа ТОСов, программа технициативных групп, она предусматривает возможность участия жителей в благоустройстве своего двора. Решение тех проблем, которые, может быть, копились годами. И начав эту программу в прошлом году у нас было в заявке всего 140 территорий общественного самоуправления. А теперь территории общественного самоуправления в Приморье более 300. И практически все они выигрывают денежные гранты, чтобы сделать у себя во дворе что-то нужное и полезное. Поставить видеонаблюдение. На детских площадках хотим, потому что у нас много есть детских площадок на придомовых территориях. Хотим, чтобы было видеонаблюдение. Будем стремиться к этому. Поняв эффективность и оценив востребованность у жителей программы по предоставлению ТОСам грантов, краевые власти приняли решение увеличить ее финансирование. Если в первый год действия программы ее бюджет составлял 140 миллионов, то сейчас на реализацию общественных инициатив по благоустройству направят 280 миллионов рублей. Возрождение движения ТОСа в целом по стране многие эксперты связывают еще и с тем, что люди поверили, их инициативы не только поддержат. Будет результат. А ведь, согласитесь, доверие очень мощный стимул. Скажу так, для кого-то установка лавочки во дворе или возможность провести комплексное освещение улицы, где годами когда-то была кромешная тьма, большая победа. В полном объеме такой результат ощутили ТОСовцы по улице Часоветина. Там первый, третий и пятый дом объединились и смогли реализовать то, о чем давно мечтали. Галина Шестерикова сама рассказала, как прошли все этапы реализации своих проектов. И главное, теперь они не намерены останавливаться. Мы находимся на территории ТОС Часоветина 1-3-5. Как вы понимаете, это объединение из нескольких многоквартирных домов. Давно хотели сюда добраться, и вот, наконец, получилось. Галина Михайловна, тот самый председатель новоиспеченного ТОСа. Здравствуйте, Галина Михайловна. Ну, очень симпатично. И одна горка, и вот это вот мини-футбольное поле. Здесь тренажеры, здесь детская площадка. Для всех возрастов. Как получилось, что смогли все это организовать? Главное, у нас очень активный народ, очень активное множество населения. Мы решили сначала, вот когда не было этой программы ТОСовской, мы по программе «Тысячи дворов» со второй попытки мы попали. Сделали вот для малышей, для деток, которые дошкольного возраста. А потом мы вошли уже в азарт. И на будущий год опять объявили, что будет у нас, значит, этот конкурс. И мы попали на конкурс, вот, значит, сделали спортивное поле. Такое, значит, универсальное, футбольно-баскетбольно. Детей очень много занимается. И у нас было сразу же тоже запланировано, в тот же год был запланирован вот этот участок, где здесь установить тренажеры. Но почему-то нам бюджета не хватило, и поэтому мы, как только ТОС образовался, мы тут же, значит, давай активно внедрять. Слушай, тренажеры замечательные. Да, давай активно внедрять эту программу. И очень здорово. И пожилые, и молодые. Пожилые, и дети, и взрослые, и маленькие, и большие. Мы здесь все занимаемся. Очень здорово, конечно. С точки зрения оформления документов, все это и бюрократическое все равно присутствующие так либо иначе в Лаките. Сложно ли это все? Или доступно? Это непросто. Это не просто, но спасибо, что сейчас есть этот Центр общественной поддержки. Это вот и гражданский центр. Да, очень здорово. Вы знаете, там Елена Владимировна, по-моему, она молодец, умничка. Она нам очень даже помогает. И потом нам очень помогает в этом администрации, отдел по работе с общественностью. Там Вера Васильевна Никитина и Сергей Николаевич есть. Вот они нам тоже помогают. Очень хорошо, конечно. Знаете, там документы есть документы. Не каждый может их оформлять, потому что там существуют требования, соответственно, к оформлению документов. Это денежные документы. Поэтому нам они помогают, наставляют. Где-то что-то мы поправим. И все. Ну, там долго надо проходить. Там и экспертизы всевозможные. Все это очень... Ну, получается. Ну, то, что мы ушли от 44-го закона, вот это вот единственное, что это проще. Городу не надо 44-м законом именно заниматься, проводить эти конкурсы. Мы сами. Вот, видимо, вот эта здесь идея этих тостов, наверное, и заключается. Такие выводы мы сделали на этой неделе. Следующие, я не сомневаюсь, будет богато на события. Встретимся в субботу в 20 часов на общественном телевидении «Приморья». До встречи. Ну, а темы, которые вас интересуют и которые стоит обсудить, сбрасывайте в официальные аккаунты ОТВ и мои соцсети. И еще. Теперь смотреть общественное телевидение «Приморья» можно и в социальных сетях. В онлайн-вещании есть Телеграм, Одноклассниках ВКонтакте и Ротоп.